Всем привет! Чтобы капуста была крупной, плотной, сочной, я провожу ряд мероприятий в конце августа месяца. Поэтому досмотрите это видео до конца и вы узнаете, о чем мечтает ваша капуста. Первое и самое важное, давайте определим, какие сроки выращивания характерны для капусты именно на вашем участке. Если мы говорим про капусту средних сроков созревания, то, как правило, кочаны готовы уже к началу сентября месяца. И, соответственно, подкормка может быть максимум проведена один раз. Если мы говорим про капусту средне-поздних и поздних сроков созревания, которая еще активно растет ближайшие полтора, даже два месяца и которая находится на наших участках вплоть до наступления первых заморозков, то тогда имеет смысл вспомнить и сказать о том, что ее можно подкармливать два-три раза. Второе, на что бы я хотела обратить ваше внимание, это на те условия выращивания, которые характерны именно для вашего участка. Обязательно оцените, когда вы высаживали капусту, опять же, какого срока созревания у вас кочаны, какая почва, какая ее плотность, какая структура, чем вы подкармливали капусту на протяжении всего вегетационного периода. Для того, чтобы, посмотрев это видео, взять только те элементы, которые вам действительно необходимы. Обязательно оцените кислотность вашей почвы. Если вы наверняка знаете, что почва кислая, то капуста это та овощная культура, которая больше любит усваивать элементы питания и расти на уплотненных почвах, слабокислых и ближе к щелочным. Поэтому оптимальная кислотность на уровне 6-7. Если кислотность у вас повышенная, то обязательно предусмотрите, сейчас для средне-поздних сроков созревания капусты внесение такого элемента, как древесная зола. Мы все прекрасно знаем, что древесная зола хорошо подчелачивает почву. И такой нехитрый прием будет только улучшать качество приема элементов питания капусты из почвы. Третье, на что мы обращаем внимание, это то, что капусте во время налива, роста кочанов необходимо достаточное количество влаги. Поэтому обязательно оценивайте условия выращивания, которые характерны именно для вас. Если мы говорим про сухую погоду, про достаточно сухой август месяц и говорим про капусту средне-поздних и поздних сроков созревания, то тогда необходимо ее поливать минимум один раз каждые 2-3 дня. И, конечно же, достаточным количеством влаги это хотя бы 5 литров под каждый корешок капусты. Если же мы говорим про капусту средних сроков созревания, которую мы уже будем убирать с начала сентября месяца, то здесь можно прекратить любые поливы, потому что чрезмерное количество влаги, к сожалению, не так хорошо будет воздействовать на кочаны уже завязавшиеся и они даже могут растрескиваться. И имейте в виду, что любые элементы питания, которые находятся в почве, капуста будет хорошо поглощать именно в водном растворе. И нарастание кочана капуста происходит не снаружи, а изнутри. Поэтому я еще раз вас призываю обеспечить средне-позднее и позднее сорта капусты с достаточным количеством влаги минимум в следующие 2-3 недели. Четвертое, о чем бы хотела сказать в этом видео, это о тех элементах питания, в которых нуждается капуста именно сейчас, во время налива своих кочанов. Конечно же, вы можете посмотреть на свои кочаны и дать оценку, как они развиваются и каких элементов питания им не хватает. Если мы подходим к капусте с зеленым окрасом, то есть к белокочанной капусте и видим, что на листьях какой-то характерный фиолетовый цвет, оттенок именно вот по системе жилок, то тогда однозначно капуста сигналит о том, что ей не хватает фосфора. Но наряду с фосфором капуста также нуждается в калии. Это тот элемент питания, который позволяет всем накопленным веществам из листа переходить в кочан. Поэтому калийные подкормки необходимо предусмотреть. Как я уже говорила ранее, для средних сортов созревания минимум ведем одну подкормку, для средне-поздних и поздних 2-3 подкормки. Самый простой вариант калийных подкормок это любые минеральные удобрения, которые содержат повышенную дозу калия. Например, можно использовать сульфат калия из расчета 20 грамм на 10 литров воды и проливаем наши кочаны. Капуста, также как и тыквины, относятся к тем овощным культурам, которые хорошо отзываются на очередование минеральных и органических подкормок. Поэтому, если вы внесли первую минеральную калийную подкормку, предусмотрите минимум одну органическую калий, содержащую подкормку. В качестве источника калия по-прежнему выступает древесная зола, которую можно вносить сухую между кочанами капусты, просыпая землю. Можно разводить пол-литра на 10 литров воды и проливать, а также можно готовить полноценную вытяжку из золы. Для этого понадобится 1 литр золы, мы ее зальем 10 литрами воды, будем настаивать минимум в течение одних суток и затем этот раствор разбавлять 1 в 10 и поливать нашу капусту. Также напоминаю, что хорошим содержанием калий отличаются любые болтушки, любые настои, любые зеленые удобрения. Благо, трава сейчас активно растет, поэтому я вам рекомендую по-прежнему готовить любые зеленые настои, разводить их 1 к 5 и проливать наши кочаны капусты. Из микроэлементов, на которые будет хорошо отзываться капуста, которые будут способствовать лучшему завязыванию кочанов и затем их лучшей сохранностью будут являться такие микроэлементы, как бор, молибден, цинк и сера. Поэтому, если у вас есть возможность, третью подкормку можно провести любым комплексным минеральным удобрением, которое содержит дополнительно микроэлементы. Например, хороший вариант кристаллон зеленый или коричневый. Дозировка та же. 20 грамм минерального удобрения на 10 литров воды и по-прежнему проливаем наши кочаны капусты. Как вы уже заметили, в этом видео я сижу среди красивого капустного поля, хозяином которого является по-прежнему наш автор Дмитрий Кострийский. И он просил вам передать, что краснокочанная капуста, возле которой я сижу, она значительно реже и меньше повреждается различными гусеницами из-за того, что у нее плотный восковой налет по сравнению с белокочанной капустой. Поэтому на следующий год обязательно предусмотрите увеличение краснокочанной капусты на своем участке. Убедитесь в этой рекомендации от Дмитрия Кострийского. Не забывайте ставить лайки, оставаться на канале Процветок и до новых встреч!